В середине мая в Москве проходило первенство Центрального спортивного клуба армии по теннису. По традиции в нем принимали участие юные мастера из различных городов страны. В этом нет ничего удивительного, так как одной из главных задач турнира является развитие и укрепление спортивных связей между теннисными клубами, спортивными школами и игроками. Это один из старейших турниров российского теннисного тура, который проходит два раза в году. Зимнее первенство ЦСКА и летнее. Сегодня мы присутствуем на летнем первенстве ЦСКА. Как правило, это соревнование проходит в конце учебного года, где мы подводим итоги работы нашей школы и выявляем наиболее лучших наших спортсменов, кандидатов в сборные команды России, вооруженных сил, ЦСКА. Помимо этого, одной из задач этого турнира является то, что на нем можно присваивать спортивные разряды воспитанникам нашей школы. И по итогам этих соревнований они переводятся в другие, более старшие возрастные группы на следующий учебный год. Как правило, всегда турниры в ЦСКА собирают очень сильные составы. Это говорит о том, что в ЦСКА на сегодняшний день одна из самых качественных материально-технических баз тенниса в стране. Мы сейчас присутствуем на открытых теннисных кортах ЦСКА. Это вообще уникальное место, парковая зона города Москвы. Поэтому здесь и играть хорошо, и комфортно, но и традиционно здесь, вот я повторюсь, собираются очень хорошие составы участников. По общему мнению, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по теннису является лучшей в стране. Школа имеет четко выстроенную спортивную вертикаль. От спортивно-оздоровительных групп начальной подготовки до команды мастеров. Это одна из старейших теннисных структур. В 1953 году была создана теннисная команда и затем теннисная школа. На сегодняшний день в этих двух подразделениях занимаются, совершенствуют свое спортивное мастерство более 40 членов сборных команд России различных возрастов. В ЦСКА, в команде мастеров, на сегодняшний день тренируется 10 кандидатов на участие в Олимпийских играх в Бразилии 2016 года. Поэтому вот уровень команды ЦСКА, школы ЦСКА, он, как всегда, очень высокий и представительный. Клебанова Алиса, Александра Панова, Песнина, Кириленко, Габашвили, Донской. Это вот на сегодняшний день лидеры национальных сборных России в командах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Многие болельщики расстроены из-за того, что сегодня наши мастера значительно реже побеждают в крупных международных турнирах. Этому есть свое объяснение. Сейчас в российском теннисе происходит смена поколений. Молодые талантливые спортсмены бесспорно есть, и вскоре они в полный голос заявят о себе. Тем более, что воспитанием будущих чемпионов занимается теннисная школа ЦСКА с ее уникальной системой подготовки, аналогов которой у нас в стране нет.